здравствуйте в правом верхнем углу нашего экрана есть кашпо для цветов хочу попробовать окрасить лозу в такой же цвет для этого понадобится морилка орех новбыт хим далее морилка палисандр цвет тоже новбыт хим и еще одна морилка всего их понадобится 3 цвет и беновое дерево здесь у меня пишется вот в этой части бутылочки мастер-класс по окрашиванию этой лозы у этого автора находится в свободном доступе но поскольку у нас у всех разная бумага разной морилки партии есть варианты того что может получиться немного другой результат итак попробуем я окунаю лозу в три цвета морилки цвет и беновое дерево у меня разбавлен один к трем следующее это орех орех часто отличается одна партия другой у новбыт хима вот цвет орех немножечко прокатываю чтобы было видно что отпечатывается на самой бумаге помимо трубочки и третий цвет этот цвет палисандр он не новый открываю бутылочку не разбавлен автор разбавляет все морилочки делает их немного бледными из расчета на то что когда вы обработаете лозу она немного становится темнее после обработки лаком так и так палисандр орех и бен и бен разбавлен один к трем вот три цвета которые необходимы для немножечко размажу на листике для получения вот такой красивой лозы которые у нас на кашпо в правом верхнем углу это кашпо плела не я а автор из сообщества декор уют вдохновение который находится в контакте я просматриваю результаты окрашивания принципе они мне устраивают беру свою емкость для окрашивания в емкость наливая морилку базовый цвет у нас будет цвет орех у меня цвет орех пол бутылочки это 250 миллилитров выливаю его и набираю сюда половину водички то есть две части морилки и часть воды здесь нужно пробовать но стремится к тому чтобы основа все таки вот было мне половинка я водички два к одному все таки сделала нужно стремиться к тому чтобы лоза была посветлее особенно базов основа окунаю трубочку но немножечко светлее автор была права надо все таки добавлять водички теперь по 100 трубочек я окрашиваю лозу мне кажется она сейчас темновато но мы все знаем что после высыхания глаза смотрится потом посветлее хотя есть еще обратный вариант когда мы окрашиваем лозу она темнеет высыхает светлеет а после обработки лаком она тоже может немножечко стать темнее но это уже нюансы вот я покрасила 200 трубочек суть метода заключается в том что нам нужны вот такие мокрые трубочки и такие именно мокрые трубочки сейчас я разложу листики белые для наглядности для контраста мы будем окрашивать именно мокрые подчеркиваю трубочки двумя другими морилками это палисандр и беновое дерево для этого лозу раскладываем плоско практически в один слой разложили теперь начинаем окрашивать с двух сторон своеобразное тонирование будем делать берем морилочку и беновое дерево которым не разбавлено один к трем наливая вот такую емкость и буду брать кистью из емкости окрашивать кончики окуна немножечко лишнее снимаю и попробовала на листике все в порядке не течет морилка от кончика к середине от кончика к средине забегая вперед скажу что у меня были некоторые ошибки я прокрашивала иногда делая движение туда обратно и вот такие движения оставляет некрасивые скажем так полосы при окрашивании поэтому лучше всегда теперь я взяла палисандр видите не от середины от кончика к середине так видны границы нанесения наши морилки можно а трубочки окрашивать только с одной стороны а можно немножечко с двух где был и бен наносим и бен вот видите не от средины кончику от кончика к середине все-таки это видно все мои ошибки видны дальше я исправляюсь беру следующий пучок также раскладываю старая чтобы они приблизительно были в один слой лежали беру морилочку вот так палисандр от края к середине обратите внимание совсем по-другому смотрится и мне показалось что у меня и бен светловат у меня есть и бензер вот не разбавленный я беру теперь не разбавленный это же от края к серединке от края к серединке так интереснее вот поворачивая их если здесь совсем меня не устраивает обратная сторона тоже могу немножечко от края либо от раз труба либо от скрутки но к середине трубочки и так поступаю с каждой партии лозы очень быстро я так окрасила 500 трубочек вот видите опять получилась граница это нужно учесть только от кончика к центру окрашиваем дальше у меня такое же повторение можно в пучке красить можно плоско раскладывать все зависит от того какой результат вы хотите получить я благодарна автор за то что на выложила свободный доступ такое видео мне очень нравится ее изделие мне очень хотелось получить такую лозу я надеюсь что у меня получится единственно за что я переживаю чтобы лоза не получилось темное но все приходит с опытом и экспериментировать обязательно нужно потому что если ничего не пробовать вы не будете делать выводы вот а на основании выводов мы уже планируем экспериментируем дальше теперь хочу вам показать что же получилось трубочки у меня высохли сохли на окошке мне специально сеточка у меня есть отдельное видео как я сушу лозу сейчас я разложу на белой бумаге для контраста вот такая лоза получилось сушились они всего но можно сказать часов 15 до полного высыхания мне кажется для меня здесь маловато и бена это я учту при следующем окрашивании и следующий этап подготовки такой лозы как у автора по примеру которого я окрашиваю нужно нанести белую эмаль винтажно немножечко сделать вас у меня эмаль альпина вот такой кисточкой я пользуюсь все кто смотрели мое видео уже знают я беру эмаль наношу немножечко на листик и этой кистью тонкими полосочками провожу белой эмалью есть два варианта можно держать в пучке трубочки можно вот так ровненько раскладывать ну пока я посмотрю как это выглядит не в пучке здесь также наносим эмаль придерживаю за скруточку и стремимся к раз трубу значит тут не принципиально можно красить в одном и в другом направлении дальше переворачиваем лозу если нам это необходимо тут творческий процесс как хотите как видите такие наносите таком количестве проворачивая наши трубочки но мне кажется уже будет и достаточно может быть серединочки немножко прокрасить здесь есть и бен если добавляется белая красочка он будет смотреться мне кажется нежнее все прошли откорректировали отправляем трубочки сушку вот сейчас я держать буду пучок за кончики придерживать и наносить белую эмаль вот такой вариант желательно чтобы вот таких толстых как у меня самом начале не было полос поэтому лучше на много раз пройти но с практически сухой кистью я тороплюсь поэтому у меня остаются немножечко такие но это на скрутке пятна краски белый это будет срезаться мне нравится результат я уже довольна пока повторяя одни и те же движения хочу сказать трубочки у меня из полосы 10 сантиметров длина лозы 30 сантиметров окрашивала морилковыми но в быт хим орех палисандр и обиновое дерево если вам это видео было полезным всегда рада вашим лайкам комментариям жду от вас обратной связи следующее видео будет я надеюсь изделие из вот этой лозы